За два года пообещали улучшить экологическую ситуацию в Красноярске. Для этого намерены поставить фильтр на трубы ТЭЦ, который очищает 99% выбросов. Крупные предприятия и городские власти вплотную занялись вопросом снижения влияния на окружающую среду. И такая активность сейчас объяснима. Президент дал поручение разработать план, как снизить нагрузку на воздух в нашем городе. К решению проблем намерены подключить ученых. Речь шла об ученых. В частности, министр поддержал наше предложение о том, что необходимо продолжить научные исследования по минимизации негативных последствий незамерзающего Енисея. Серьезно говорили про то, что системы НМУ должны учитывать не просто скорость ветра, но и ландшафт конкретно Красноярска. К слову, именно из-за того, что город находится в низине, примеси сразу и не рассеиваются над городом, особенно в безветренную погоду. Экологическую ситуацию усугубляет и Енисей, который не замерзает. Облако водяного пара накрывает Красноярск как крышка. И низкие источники загрязнения, котельный и транспорт становятся еще опаснее, отмечают эксперты. Конечно же, очень важно, какой источник. Высокий он, низкий. Какое очистительное оборудование стоит. А дышим мы с вами на уровне двух метров от земли совершенно другими выбросами. И когда мы начали исследовать и смотреть состав загрязняющих веществ, мы удивились и практически не увидели маркеров промышленных предприятий. Мы увидели совершенно точный, четкий вклад автотранспорта. То же самое печное отопление. К слову, многие красноярцы часто говорят о том, что раньше проблема экологии не стояла так остро, а дышать было легче. Но специалисты отмечают, что это не так. Выбросы были и раньше. Однако раздувать примеси мешает и слишком плотная застройка. Решать эту проблему нужно комплексно. Это верно. И в том числе, конечно, ограничивая застройку зданий. Мы ведь что сегодня видим? Городская администрация, в принципе, сделала правильный шаг, запретив строительство ряда районов. Тогда это надо распространять на весь спектр. А у нас сегодня активно пытаются освоить микроорганизм университетский, например. С чего ради? С чего ради сады уничтожать будем? С какой целью? Все эти факторы в очередной раз пообещали учесть после совещания с федеральным чиновником. На реализацию плана дали два года. По словам Сергея Донского, красноярцы должны почувствовать улучшение. И, возможно, после внедрения всех мер дышать в Красноярске станет легче. Алена Крашенникова, Екатерина Вась, Михаил Зинкевич. Новости ТВК.